Сложно сказать, почему так устроено восприятие людей, но когда просишь описать аквариум и рыбку, далекого от опромистики человека, он вырисовывает картинку круглого аквариума с золотой рыбкой внутри. Видов золотых рыб очень много, но в этом видео речь пойдет о красной шапочке. Оранда красная шапочка выведена китайскими и японскими селекционерами искусственным методом еще в 15 веке. Это декоративный вид, относящийся к семейству карповые и не существующие в живой природе. Нетрудно догадаться, почему этот вид назвали красной шапочкой. Ее внешность говорит сама за себя. Специфический нарост, он же жировик, на голове красного, а иногда оранжевого цвета, сыграл ключевую роль в названии. Ведь он действительно похож на шапочку, хотя есть и такие люди, которые вместо шапочки видят мозги. Еще в те далекие времена, когда только формировался этот вид, отбирались особи с самыми крупными жировиками. И хотя сегодня считается, что этот вид полностью сформировался, встречаются оранды с совсем маленькими шапочками на голове. Однако, чем шапочка больше, тем выше ее цена. Правильная форма тела считается округлая, как яйцо, а крас тела белорозовый с металлическим отливом. Средний размер, которого достигает оранда красная шапочка, варьируется от 15 до 20 сантиметров. Не самая маленькая рыбка, которая требует достаточно большого объема. И естественно, круглый аквариум на 5 литров – это худшее, что можно предложить. Помните, чем лучше будут созданы условия содержания, тем дольше проживет эта рыбка. А прожить она может до 16 лет в идеальных условиях. Поговаривают, что среди красных шапочек встречаются настоящие долгожители, которые доживали аж до 40 лет. Естественно, идеальные условия начинаются с объема аквариума. Так, для одной красной шапочки понадобится аквариум минимум на 50 литров, для двух – 100, а вот дальше посадку можно немного увеличить. На 150 литров – 4-5 рыб. Но не забывайте о том, что грунт, оборудование и декор значительно уменьшают объем аквариума. При оформлении аквариума нужно учитывать, что укрытия этим рыбкам не важны и можно обойтись без них. В качестве грунта лучший вариант – это окатанные камешки без острых углов. Не только красные шапочки, но и другие золотые рыбки постоянно берут грунт в рот, выискивая на дне что-то вкусненькое. Именно поэтому так важно, чтобы острые камни отсутствовали. В противном случае велика вероятность различного рода повреждений ротовой полости. Неплохой вариант в качестве грунта – использовать песок. Не стоит в качестве украшений использовать разноцветный пластиковый декор. Конечно, он особого вреда не принесет, но и красоты аквариуму не добавит. Красная шапочка эффектнее смотрится с натуральными декорациями. Например, крупными, но опять же гладкими камнями и корягами без острых концов. Отдельно добавлю, что выбирая фон для аквариума, обратите внимание на черный. Возможно, он мрачноватый, но белые рыбки с красными шапками на таком фоне выглядят крайне выгодно и притягивают взгляд. Живые растения лучше не сажать вовсе. А если вы все-таки решились на этот шаг, будьте готовы к тому, что они будут обкусаны или вовсе выкопаны. В крайнем случае, можно попробовать посадить растения с жесткими листьями. Например, анубиас, апанагетон жесколистный, ихинодорус и другие подобные растения. Из оборудования обязательно понадобится мощный фильтр. Если аквариум от 100 литров, то в приоритете внешний фильтр. Красные шапочки чутко реагируют на количество кислорода в воде. Поэтому необходимо установить компрессор и чем мощнее он будет, тем лучше. А вот без нагревателя можно обойтись, если у вас дома всегда комнатная температура и не бывает резких ее перепадов. Стоит обратить внимание на освещение аквариума. Эти рыбки любят яркое освещение в отличии от многих других рыб. Более того, при длительном тусклом свете окрас красных шапочек бледнеет и они выглядят не так привлекательно. Показатели воды периодически необходимо проверять с помощью тестов. Это важный момент, к которому многие любители аквариумисты относятся недолжным образом. Благодаря правильно подобранным показателям рыбка в аквариуме будет здорова и долго радовать вас своим присутствием. В противном случае велика вероятность появления различного рода заболеваний и гибели рыб. Жесткость воды должна быть от 6 до 18, кислотность не должна быть ниже 5, но и не более 8. А вот диапазон температуры воды достаточно широкий от 16 до 25 градусов. Допускается кратковременная повышенная температура до 30 градусов в лечебных целях, но перепады температур не должны быть резкими. Уход за рыбкой красная шапочка включает в себя еженедельную подмену воды. Не менее 15% от общего объема аквариума. В случаях сильного загрязнения можно слить воду до 50%, но не более. Подмену воды лучше всего делать с помощью сифона. Таким образом со дна собираются все остатки пищи и твердые отходы жизнедеятельности. Не забывайте про фильтр. Внутренний фильтр стоит промывать также раз в неделю, а вот внешний примерно раз в полгода. Конечно, многим из нас хочется в аквариум с золотыми рыбками посадить еще кого-нибудь. Вообще, красная шапочка имеет достаточно мирный покладистый характер и лишь в редких случаях может побороться за свои права с другими жителями аквариума. Обычно красные шапочки нейтрально относятся к другим видкам рыб, но отзывчивы к себе подобным. Не могу сказать, что это стайная рыба, но в окружении своего вида они становятся смелее и поведение становится в разы интереснее. По большому счету, если вы хотите к ним подсадить других рыб, то стоит обратить внимание на размеры. Если рыбка поместится в рот, есть вероятность, что красная шапочка ее съест. Соседство с агрессивной, а тем более с хищной рыбкой недопустимо. В том числе и с хулиганистыми барбусами не стоит содержать вместе. Лучший вариант это другие виды золотых рыб. И сомики-присоски, например, парчевый, анциструс и подобные им. Пробовал подсаживать псевдоскатов, севилия и гастромизонов. И в целом очень даже удачно. Отдельно стоит сказать про гиринохейлусов. Бывают случаи, когда эти достаточно дружелюбные сомики начинают присасываться к медлительным золотым рыбкам. Оставляя бока золотушек без чешуи. По этой причине я рекомендую избегать такого соседства. Отличить самца от самки достаточно сложно. Половой диморфизм слабый. Самцы меньше самок, а тело слегка вытянутое. У самок тело более круглое. Когда настанет время нереста, самцы набирают свет и становятся ярче самок. Но это происходит ко второму году жизни. Если у вас есть свои точные отличия самца от самки, обязательно напишите в комментариях. Эта важная информация пригодится многим подписчикам канала. Остался еще один важнейший момент. Это кормление. Здоровье любого живого организма напрямую зависит от правильного рациона. Но о кормлении мы поговорим в другом видео. Ведь кормление красной шапочки и, скажем, телескопа или кометы практически ничем не отличается. Поэтому видео будет называться «Правильное кормление золотых рыб». А пока на этом все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в новых видео на канале Пар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok